Бомба малого диаметра 2 или Stormbreaker это новейшая американская планирующая бомба воздушного базирования с высокоточным наведением. Компания Reitron начала свою разработку в 2006 году с целью создания 250-фунтовой 113-килограммовой бомбы, способную обнаруживать, идентифицировать и поражать движущиеся цели с расстояния до 70 километров. Stormbreaker весят около 92 килограммов и имеет длину 175 сантиметров. Она несет 47-килограммовую боеголовку и новейшие системы управления, позволяющие стабильно поражать свои цели даже в самых суровых погодных условиях. В настоящее время вооруженные силы США проводят испытания на нескольких самолетах, в том числе на F-15E Strike Eagle и F-35 Lightning II. Это самая инновационная и смертоносная бомба, когда-либо произведенная военными США. Очень точная бомба. До терактов 11 сентября ВВС США выдвинули некоторые требования к высокоточной бомбе, которая могла отслеживать и поражать движущиеся цели. По конструкции, она получила название ГБУ-39, бомба малого диаметра, или СБД. В 2002 году, когда Боинг и Локхит работали над своими прототипами, чтобы заключить контракт, первый заместитель помощника министра ВВС по комплектованию и управлению Дарлин, Адруюн внесла некоторые необычные изменения. Один из них заключался в отказе от требования поражения движущихся целей, позволившие в конечном итоге победить компанию Боинг. Позднее Дарлин признала себя виновной в нарушении закона о конфликтных интересах. Тем не менее, проект по разработке бомб небольшого диаметра продолжился, и конечным результатом стала 250-фунтовая бомба, оснащенная инерциальной навигационной системой с GPS, которая могла атаковать стационарные объекты или фиксированные цели с высокой точностью. СБД может иметь несколько различных боеголовок, чтобы максимизировать радиус поражения, а ее небольшой размер позволял ударным самолетам брать больше ракет, повысив таким образом боеспособность во время боевых действий. После сброса у бомбы разворачивались крылья Diamondback, чтобы увеличить время планирования и максимально увеличить дальность действия до 100 километров. Хотя устройство не отличалось мощностью, скоростью или дальностью, ВВС стремилась создать улучшенную модель, способную уничтожить движущиеся цели. Так возникла идея разработки бомбы малого диаметра 2, в итоге осуществленная в 2006 году компанией Return. Цель была проста, добавить возможность обнаружения, отслеживания и уничтожения не только стационарных, но и движущихся целей. Проект бомба малого диаметра 2 начался как совместное предприятие ВВС США и программы Экарт-Айси департамента ВМФ и был разработан для удовлетворения критически важных потребностей войск в уничтожении целей с высокой точностью и дальностью действия в любых погодных условиях. Контракт был заключен с компанией Return на 144 миллиона долларов на интеграцию систем малого диаметра бомбы 2, в истребители четвертого и пятого поколений из подразделений морской пехоты ВМФ и ВВС. Некоторые из них включают F-35B Lightning II и F-35C Streaky Fighters, F-15E Streaky Girl, FA-22, FA-18 Super Hornets и самолеты F-16. Компания Return окрестила SDB-2 именем Stormbreaker. ГБУ-53Б Stormbreaker, громобой-громовержец, ранее известная как Small Diameter Bomb-2, американская высокоточная планирующая бомба воздушного базирования. Во время интервью Breaking Defense Стив Милана, старший директор программ тактического удара в Рейтрон, отметил, что немного было внесено изменений в требованиях к бомбе малого диаметра. Это не было так важно, пока ВВС США не начали боевые действия в Косово в конце 90-х, где в конечном итоге осознали требования к оружию на самом деле. Милана пояснил, что после Косово США стремились создать бомбу для минимизации побочного ущерба в густонаселенных регионах. ВВС также собрали данные о боевых действиях в суровых климатических условиях. Все это усложняло нанесение авиаударов, приводящих к множеству потерь среди гражданских лиц за один заход. В результате миссии стали не только более сложными, но и более дорогими. Милана также отметил, что чем больше самолетов находится в воздухе, тем больше пилотов будет задействовано. Соответственно, возникают бессмысленные риски, которые можно решить с помощью совершенного дальнобойного оружия. Затем он повторил, что потребность в таком устройстве для достижения поставленных целей становится все более актуальной, особенно важной для ВВС в первые годы войны с терроризмом в 2000-х годах. Он пришел к выводу, что громовержец – это оружие, способное на уничтожение маневрирующих целей на суше и на море с минимальным побочным ущербом, а также выполнять эти задачи с ограниченной поддержкой. Предварительные работы над ГБУ-53Б «Стормбрекер» завершились в августе 2009 года. Тогда компания «Рейтерн» получила награду, еще один контракт на производство и разработку бомбы на сумму более 450 миллионов долларов. Изюминкой бомбы из DB2 является ее мощная встроенная трехрежимная головка самонаведения. Это обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость и позволяет пилотам поражать движущиеся цели на расстоянии более 72 километров. В состав ГСН входит радар миллиметрового диапазона, который обнаруживает и сопровождает цели в любых погодных условиях. Полуактивный лазер – специальное устройство для регистрации бортового лазерного целеуказателя и инфракрасная визуализация, обеспечивающая улучшенное распознавание целей. Небольшой размер ГБУ-53Б «Стормбрекер» также позволяет уменьшить количество ударных самолетов, уничтожая большее количество целей из-за ее легкого веса, мощности взрыва и увеличившегося разлета осколков. В истребителях, таких как F-35 и F-15Е, может разместиться до 20 бомб. Тем не менее, «Стормбрекер» достаточно мощная, чтобы уничтожить любой танк мирового класса одним ударом. Боеголовки оснащены струями кумулятивных зарядов, фугасным зарядом и осколочным эффектом, а также возможностью установки интеллектуального взрывателя замедленного действия. Эллисон Хоулит, директор программы интеллектуального оружия «Стормбрекер» в компании «Ретерн» заявила, это солнечный удар. Многоцелевая боеголовка на самом деле отличает это оружие класса воздух-поверхность от его предшественника и других боеприпасов этого класса. Еще одним преимуществом являются ее сетевые возможности, поскольку ее можно запускать с одной платформы, но контролировать с другой. Это будет способствовать достижению военных целей по объединению различных систем вооружений и средств в рамках наземных воздушных и морских операций. Милана объяснил, что «Стормбрекер» является интеллектуальным оружием благодаря ее способности общаться. ГБУ-53Б «Стормбрекер» — это сетевое оружие, которое использует двухдиапазонный двусторонний канал передачи данных для обмена данными по сетей. При необходимости она будет связываться со своей управляющей платформой или внешней платформой, а также с наземными диспетчерами. Он описал, что в среде объединенного управления и контроля всех доменов или GDC-2 «Стормбрекер» будет функционировать как глаза на краю поля боя, поражая цели и передавая обратно информацию. Летные испытания SDB-2 впервые проходил в 2011 году. Компания Рейтерн продемонстрировала эффективность многорежимной головки самонаведения после того, как она отслеживала движущиеся транспортные средства и наносили по ним прямые удары в ходе серии летных испытаний. Испытание было повторено в феврале 2015 года на ракетном полигоне «Уайтсенс», где ВВС завершили два испытания с боевой стрельбой по движущимся целям. Затем, в июне 2020 года, ГБУ-53Б «Стормбрекер» завершила свой первый управляемый запуск самолета F-18EF Super Hornft. Пять месяцев спустя четыре F-15E Strike Eagles из 391-й истребительной эскадрильи нацелились и уничтожили четыре движущиеся машины на испытаниях в Юте. Корпус морской пехоты также объявил, что F-35B сбросил «Стормбрекер» во время испытаний оружия 30 ноября. А в декабре 2021 года Рейтерн заключила контракт на 250 миллионов долларов на разработку СДБ-2 для Центра управления жизненным циклом ВВС. Ожидается, что он будет завершен к 2027 году. Эскадрилья из авиабазы ВВС США в Айдахо стала первым оперативным подразделением, применившим бомбу. В настоящее время Рейтерн, ВМС, ВВС и морская пехота продолжают испытания СДБ-2 и сделает ее самым смертоносным и умным оружием, когда-либо созданным военными США.